ТВК 6 «Новое время» с Мадиной Кадрогожиной. Здравствуйте! Тематика сегодняшнего выпуска посвящена не только современности, но и прошедшему времени. Иначе говоря, надо знать прошлое, чтобы понимать настоящее и предвидеть будущее. Тем временем в области открылся первый обилитационный и реабилитационный центр для лиц с инвалидностью. Отметим, что он также является первым в стране. Глава государства Касым Жумар Кемелыч Штокаев 26 апреля 2019 года дал поручение во время встречи с населением региона. И в 2021 году началось строительство реабилитационного центра для лиц с инвалидностью на 150 мест. 23 января текущего года состоялось торжественное открытие. Также в этой связи создается 200 новых рабочих мест. Физкультурно-оздоровительная зона отделения социально-педагогической реабилитации, отделение трудотерапии. Предусмотрено помещение лечебных бассейнов с двумя лечебными плавательными бассейнами в отделении термогидротерапии и другое. Смотрите далее. Какая категория граждан может воспользоваться медико-социальной обилитацией? Это дети с инвалидностью с психоневрологическими патологиями. Дети с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Лица с инвалидностью первой и второй групп. Планировка центра выполнена на основе принципа технологического зонирования и схемы функциональных процессов реабилитационного центра, включающего необходимые элементы учебно-воспитательного медико-восстановительного учреждения в условиях полустационара и стационара с временным проживанием от 1 до 6 месяцев для иногородных и осуществляющего комплексную медико-социальную, психолого-социальную и социально-педагогическую реабилитацию детей и взрослых. Торжественное мероприятие по стиле Аким области Нурлан Уранхаев, заместитель Акима области Шалкар Байбеков, Аким города Нурбол Нурсагатов, руководитель управления здравоохранения области Марат Сандыбаев, руководитель управления координацией занятости и социальных программ области Айнур Султанова и гость из столицы, вице-министр труда и социальной защиты Ербол Аспанов. Субтитры создавал DimaTorzok Революционного центра для людей с особенными потребностями. Этот центр был построен по непосредственно прямому поручению главу нашего государства, Каса Акимовича Тухаева. Здесь наш центр предназначен на 150 мест. Здесь будут обеспечены постоянные работы 200 сотрудников в социальной сфере защиты. Я надеюсь, что здесь все будет так же красиво и современно. Здесь будут новые инновационные подходы. Надеюсь, наши земляки увидят то качество, которое будет предоставлять этот центр. Хочу сказать по секрету, что благодаря поддержке главы государства правительства в нашей области буквально завтра на заседании правительства будет утверждаться комплексный план развития нашей области на 2023-2027 годы. И в этом комплексном плане у нас еще стоит строительство двух таких аналогических центров. Всем твоего здоровья, счастья. Надеюсь, наш центр будет служить нам долго. Спасибо. Физкультурно-оздоровительная зона расположена в южной и частичной северной части участка и состоит из следующих площадок. Дорожка здоровья, площадка для настольных игр, площадка для тенниса, площадка для бадминтона, гимнастическая площадка, площадка для мини-футбола. Отделение социально-педагогической реабилитации включает специализированные классы и кабинеты. Класс кондуктивной педагогики, кабинеты Монте-Сори с зонированием по навыкам и возрастам, класс рисования, игра, сказка терапии, креативная студия, кабинет арт-терапии, солевая шахта, релаксационную и интерактивную сенсорную комнаты, учебные классы малой наполняемости, компьютерный класс. Также предусмотрены учительская, методические кабинеты, ресурсный центр, группа санитарно-гигиенических помещений для пациентов и персонала. Отделение трудотерапии состоит из кабинета трудотерапии, профориентации и профподготовки, помещений инструкторов, кладовых, кабинета врача. Библиотека на 14 человек расположена отдельным блоком и предусмотрена с открытым доступом к книгам и читальным залам. Дополнительно предусмотрено помещение лекотеки, предназначенное для социализации ребенка, развитию сенсорных навыков и речи игровыми методами. Вице-министр труда и социальной защиты ответил на вопросы журналистов. Это в целом потребность не только в семье, но и в всей территории Республики Казахстан. Учитывая, что в Казахстане свыше 750 тысяч лиц с инвалидностью и 100 тысяч детей, потребующих особого ухода и требующих специальных социальных услуг, мы во исполнении получения главы государства запланировали открытие 12 реабилитационных центров по Казахстану. 12 регионов и первый реабилитационный центр, в целом проект начался с начала 21 года, и первый реабилитационный центр открыли в городе Семей. И в 23-м году еще несколько регионов будут открыты на 150 мест. То есть здесь будут обслуживаться и взрослые, и дети, требующие именно реабилитации и реабилитации. И если в частности Абайская область, область Абай, здесь проживает в этой области, проживает свыше 24 тысяч лиц с инвалидностью. И детей тоже, опорными двигателями, психоневрологическими нозологиями. И открытие именно в семье, это учитывая территорию, симпатический адресный полигон, это первая необходимость. И я думаю, что это первое, и в последующем, как сегодня Аким область заявил, еще будут открыты другие реабилитационные центры, шаговые доступности. Не только в городе Семей, и в чуть-чуть отдаленных районах, населенных пунктах, области, и также по Семену Казахстана. Вот здесь 12 реабилитационных центров первых, другие, вот в 23-м году еще 2-3 регионов будут открыты. А скажите, чем отличается реабилитация от Абилитации, которая здесь будет проводиться? Реабилитация – это восстановление утраченных функций лиц с особой потребностью. А Абилитация – это, скажем так, развитие функций, которые нет у человека. Например, человек рожденный имеет определенную патологию, не имеет функцию, и за счет всяких, скажем так, тренажеров, функциональных кабинетов, вмешательств, медицинских оборудований и методов восстановить, не восстановить, а, скажем, развить того, что у человека нет. Особенно у детей. Потому что, понятно, у взрослых, если функций нет, уже человек сформировавшийся, тяжело как бы, да, возобновить, развить функцию. У детей это будет легче. Поэтому здесь мы говорим, что детская и взрослая, то есть смешанное обслуживание наших лиц с потребностью. Поэтому отличается реабилитация от Абилитации. Сколько средств было потрачено на эту зону? И соответствует все требованиям? Будут вы ознакомиться? В целом, из республиканского бюджета было потрачено порядка 4,5 миллиарда кингер. Остальные средства были потрачены с местным бюджетом. То есть здесь, как бы, совместная работа правительства и местные исполнительные органы. Ну, центр как вам? Центр, да, мы, скажем, в Казахстане, это же, как бы, не единичный случай, когда реабилитационный центр работает. Это современный реабилитационный центр, отвечающий требованиям современных нужд наших граждан. Да, в УСЕВИ были свидетелями всех кабинетов, функциональных кабинетов, медицинских, для персонала, для проживания. Это все соответствует тем ожиданиям, которые у нас было. И я думаю, что, введя данный объект в эксплуатацию, конечно, будут вопросы, так как надо обучать специалистов, подготовить кадр, чтобы управляли этим объектом профессионалы, первое. Второе. Были вовлечены специалисты высокой квалификации, чтобы для оказания услуг абилитации и реабилитации. Целью реализации данного проекта является обеспечение граждан в области социальной защиты, закрепленных в законодательных актах Республики Казахстан, решение социальных проблем, связанных с качеством оздоровления и обслуживания лиц с инвалидностью, создание благоприятных условий им для прохождения реабилитации. Строительство реабилитационного центра, как обещают, соответствует всем современным требованиям и является необходимым для решения социальных проблем области. При этом улучшение качества жизни инвалидов будут созданы условия для получения ими социальной реабилитации. Очень рада, что открылся у нас такой реабилитационный центр в нашем семье, на всю нашу область. Теперь мы можем принимать лечение, и здесь могут люди собраться, которые нуждаются и в психологической, и моральной, и физической помощи. И здесь могут они и познакомиться, и общение, и лечение. Будет очень здорово, если остаться на все. Только что прошлись, увидели и водные процедуры, и терапии. В общем, здорово. Все здесь, комплекс будет здорово. Когда кто-то. А вообще, вот до этого, где опытное лечение? У нас в городе есть такие центры? В городе у нас есть. Инвитро. Он сейчас по-другому немножко называется. Инвитро. На 35-м квартале. Но там по 10-15 дней только. Как бы бесплатно, по квоте нужно. Потом было в Зряновске, в Грехово. Там реабилитационный центр был, когда мы были в ЭКО. Сейчас, вот как Абайская область восстали, туда уже нас не будут принимать. Так как здесь у нас, получается, у нас промежуток, небольшой разрыв, что вот мы там в течение года, как бы, наверное, уже не получаем. Когда здесь откроется, будет здорово. Хорошо. Очень рада. Уже давно поговаривают о том, что, цитата, газета умирает. Но так ли это на самом деле? В нашем городе расположена газетная типография, которая функционирует более 20 лет. Как удается держаться на плаву? Кто работает? И самое главное, над чем? Об этом и не только расскажет специально для нового времени единственный работник в области, имеющий профильное образование в печатной деятельности, Виктория Саурова. Инженер-технолог Виктория Евгеньевна о себе и о работе. В данной типографии, ТО, газеты «Спектр», печатный центр, я работаю 13 лет уже. А общий стаж у меня в полиграфической промышленности, общий стаж у меня больше 40 лет. Я в 80-м году закончила Алматинское полиграфическое училище, в 86-м году я закончила Московский полиграфический институт. И в 86-м году меня сюда Министерство по делам издательств полиграфии и книжной торговли отправили работать. В 86-м году. И вот с тех пор я живу в Семипалатинске, хотя я не Семипалатинске. Ну и вот так получилось, что здесь работаю. Чем же занимается данный печатный центр и что он может предложить? Печатаем мы газеты. Печатный центр наш основан в основном на печати газеты. Есть, конечно, и бланочная продукция, но на другой машине, на этой. Эта машина с трех рулонов одновременно печатает. И печать у нас овсетная, многокрасочная. Это машина индийского производства Шарп Лайн. И вот мы свои газеты, газеты районных редакций, допустим, Тарбагатай, Аяговскую, мы печатаем тоже Оржарскую газету. Печатаем здесь наши типографии. Каждый день, каждую неделю. Раньше газеты выпускались каждый день. Допустим, тот же Спектр, другие газеты районные, они каждый день выпускались. А сейчас один раз в неделю газет все меньше и меньше становится в нашем, как говорится, производстве. Но, тем не менее, пока еще газеты есть. Печатаем газеты. Что входит в обязанности инженера-технолога биографии? Ну, я как технолог полиграфического производства, в мои обязанности входит следить за качеством. В первую очередь, качество выпускаемой продукции, то есть газет. Ну и помогаю я. Допустим, у нас сейчас штат не сильно большой. У нас работает три печатника, работает монтажист. И вот я помогаю монтажисту монтировать те же самые газеты, те же самые оттиски. А потом уже мы делаем пластины, печатаем уже потом, когда газету, я смотрю качество. Чтобы обязательно все буквы прочитывались, чтобы обязательно цвет совпадал с тем, что на оригинале. И вот это мои обязанности. Сколько человек работает в штате и о печатаемых газетах? Вместе с нами в общей сложности у нас сейчас работает пять человек вместе со мной в типографии. Это три печатника. Полозов Сергей, Думан, Канат, как Жакин. Ира, монтажница, которая монтирует все это, делает формы. А печатники уже три человека печатают. На каждой, допустим, форме по печатнику они следят, закажутся за своим, как говорится, производством. Здесь выходит, там выходит газета. Полностью выходит уже полноцветная печать. И можно отпечатать, допустим, максимально 24 страницы. Тетрадь 24 страницы. Этого количества достаточно для вашей работы? Для нашей работы, да. 24 страницы. Ну, мы, допустим, у нас спектр две тетради. Первая тетрадь – это полностью 20 страниц. И 8 страниц у нас идет программа телевидения. Как было раньше? Раньше так было. Раньше, когда много газет было, допустим, газета ГБО, допустим, РТШ Реклама были, газеты такие. Вот они тоже были многотетрадные. То есть общее количество страниц, допустим, 48 было, 52 страницы. Это значит, три тетради или же две тетради. И вот мы все эти тетради выпускали и комплектовали, и отправляли заказчику. Мы даже печатали Ускаменогорскую газету, Устинка была такая газета, и такая была. Ну, сейчас в нашей области мы единственная типография, печатный центр, который печатает газеты. Это в нашей области. В основном мы газеты печатаем. Ну, есть заказы на бланки, но это уже, как говорится, другое этот. А в основном печатаем газеты. В ногу со временем. Какие ожидания в развитии газетного мира, по мнению Виктории Сауровой? А также, что такое оффсетная печать? Ну, здесь развитие как такового уже развито. Если, допустим, я начинала в 80-х годах с печати высокой, это была высокая печать. Это значит, отливались строчки из металла, все это было прочее. А сейчас уже оффсетная печать, она, по-моему, будет еще лет сто-двести. Это оффсетная печать, которая печатается полностью, форма печатная, и на ней уже есть и печатные буквы, допустим, и пробелы. И вот это все печатается, это называется оффсетная печать. Вот наша машина – это оффсетная печать. Оффсетная печать. В основном сейчас, ну, есть, конечно, печати лазерные, это струйные принтеры, но основная печать – это оффсетная печать. Устраивает ли работников такой уклад в работе в настоящее время? Ну да, у нас сейчас количество людей и количество газет в общей сложности, если так посудить. Мы печатаем больше десяти газет, это разных газет. Допустим, тот же Тарбагатай, это Саксуата приходит газета. Сейчас все это через интернет получаем, печатаем, отправляем. Все это, или тот же Уржар, допустим, это очень, как сказать, далеко находится, но тем не менее мы получаем и печатаем все эти газеты. А Ягус – это все газеты мы печатаем. Есть ли переживания по поводу того, что типография может прекратить работу в ближайшем будущем? Очень даже, потому что, зная, какие были раньше тиражи до 30 тысяч экземпляров и какие были газеты, и сколько было газет, допустим, в нашем городе было, и наше дело, и вот наша газета «Спектр». Ну вот наша газета «Спектр» городская так и осталась. Те газеты, которые были, они все закрылись, потому что нерентабельная, мало покупала, все-таки не оправдывает она. Но у нас пока есть клиенты, есть покупатели, и мы печатаем свою газету. Я так думаю, что наша газета пока еще продержится. Нужно ли читать газету? Нужна ли она в современном мире? В первую очередь, в первую очередь нужно читать газету. Но сейчас, естественно, с приходом интернета, с приходом сотовых телефонов, у нас даже дети сейчас сидят в телефонах, но тем не менее газету надо читать, потому что все новости, и даже бывает тех, которые в интернете не найдешь, новости можно прочитать в газете. Та же программа, телевизионная программа, которую, допустим, те же бабушки, им же надо почитать, посмотреть телевизор, они уже знают, что, поэтому покупают газету. А газета, в первую очередь, я так думаю, что это тот источник, не сравнить с интернетом, все равно. Но прочитаешь, как говорится, те же буквы, и даже бывает ошибку найдешь, и в то же время уже радуешься, что прочитал, все-таки газету прочитал. А если она еще и многокрасочная, как у нас, допустим, первая, двадцатая страница, они цветные, десятая, одиннадцатая, уже там все эти картинки сравниваешь, что вот, допустим, читаешь, допустим, республиканскую газету, читаешь нашу газету и сравниваешь, а вот у нас так, а у них так. Поэтому как-то все равно газета есть газета, не интернет. Печатный центр газеты «Спектр» является единственным в области Абай. Оборудование, которое используется для печати газет, привезено из Индии генеральным директором телекомпании ТВК-6 Омарбеком Казангаповичем Байуаковым. Благодаря индийской технике у данной типографии есть возможность печатать с трех рулонов одновременно. По мнению инженера-технолога, это оборудование является хорошего качества и может прослужить не один десяток лет. Рулоны, которые используются для печати газеты, достигают веса до 400 килограмм. Заказываются из России, так как в Казахстане, как и в прошлом, так и в настоящем, нет завода по производству рулонной газетной бумаги. Закуп бумаги происходит раз в квартал. Вес поставки составляет несколько тонн. В настоящее время типография работает для 10 газет, а именно газета «Спектр» Иртасонера, Мольдерсана из Аягуза, Тарбагата из Аксуата, Уакаджаласы из Урджара, Курчатов, Кукжьего из Курчатова, Ресми Жаршы, Ормандаусы, Ислам Норы, а также Остас Белем Шекерт. Управление здравоохранения области Абай организовано 8 июля минувшего 2022 года. И в течение трех месяцев работало всего три человека. На данный момент в штате работают 15 человек, которые избирались, исходя из конкурсной системы. Также по настоящее время выполнена определенная работа, а именно составлена база данных подведомственных и неподведомственных медицинских организаций. Разработан паспорт медицинских организаций. Проведен анализ оснащения согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Организована работа отделения последующего наблюдения «Катамнес» в области. Определены направления оказания помощи детям с расстройствами аутистического спектра и другие. Для сравнения, в Восточно-Казахстанской области в Управлении здравоохранения работает более 30 сотрудников, а в Фавладарской области – 42. Что мы имеем сейчас и какие у нас планы на ближайшие два года? О дефиците врачей и их причинах, о главных жалобах населения и о других актуальных вопросах смотрите в следующем видеоматериале. В брифинге приняли участие руководители Управления здравоохранения области Марат Сандыбаев. Руководитель Департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан по области Нурлан-Газы и Браев. И заместитель руководителя Управления здравоохранения области Гульнаст-Антарова. Какая еще работа проведена? Это организована работа отделения последующего наблюдения «Катамназа» в область Абай при перинатальном центре. Открыт центр медицинской реабилитации детей для динамического наблюдения и реабилитации детей с патологией перинатального периода и врожденными патологиями развития с привлечением высококвалицированных узких специалистов. Если вы помните, это было на базе бывшего второго роддома, сейчас он как бы, знаете, что там прекрасно сделан ремонт, и на сегодняшний день за прошлый год, с учетом того, что он начал работать реально в июле месяце, фактически после нашего, как говорится, открытия области Абай, мы приняли почти 1300 чем-то наших детишек с такой патологией. В настоящее время имеется 80% износа всего оборудования в регионе. Марат Сандыбаев отметил, что главная цель заключается в обеспечении детей области в оказании медицинской помощи. Начата организация по организации детской гинекологии, определенную обучен главный внештатный областной детский гинеколог, определенный стационар, это городская больница номер один, это местный комбинат, для оказания экстренной гинекологической помощи девочкам. Развернуто детские, три детские гинекологические койки. Ну, надо сказать, что в области таких, такой помощи, к сожалению, не оказывалось. Поэтому это тоже было очень важно. Одним из хороших достижений, я считаю, что можно считать, это, значит, мы начали МРТ исследование наших детей. Мы в последний день нашего, рабочий день, старого еще 22-го года, мы успели, как бы, ну, знаете, дорог не было, запросы были, мы обещали, что мы сделаем. Да, да, и вот я на последней коллегии был, оказывается, такие проблемы по МРТ исследования детей, к сожалению, в Казахстане, ну, тоже проблема. И, да, и многие области отправляют такие исследования, это в Алматы или в Астану, да, ну, к счастью, мы эту работу выполнили, надеюсь, что теперь наши дети будут проходить обследование с детства. На месте старого здания детской инфекционной больницы будет построен новый центр крови. Также проведен капитальный ремонт третьего этажа Абайской районной больницы, ремонт здания котельной районной больницы Кокпитинского района с заменой трех котлов. И завершено формирование сети опорных фельдшерско-акушерских пунктов, строительство 65 сельских медицинских объектов по национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения». А теперь о планах. Значит, запланировано у нас шесть объектов строительства. Это строительство многопрофильной детской больницы. Мы хотим, чтобы в этой многопрофильной детской больнице на 300 коек с консультативно-диагностической поликлиникой. Значит, мы хотели, чтобы в этой детской областной больнице была сконцентрирована вся медицинская помощь нашим детям. То есть, они сейчас у нас, к сожалению, разбросаны по всем, по таким, да, учреждениям. Значит, вы знаете, это Венера, это, значит, медицинский центр медицинского университета, детское отделение, как вы знаете, да, детская областная, бывшая. Значит, у нас есть отделение в первой городской больнице. Ну, мы знаем, что основной враг – это наше время. Время, да, конечно, для нас. Мы хотим все быстро, но мы понимаем, что это все равно затянется на два-три года. После завершения доклада спикеры приступили к ответам на вопросы представителей СМИ. Известный факт, что в области имеется дефицит врачей. На этот вопрос ответила Гульнаста Натарова. Допустим, отдаленный район Курчатов, акушер-гинеколог есть он, двое, они вышли на декретный отпуск. Вот такие моменты есть, где в районных центрах акушер-гинекологи, ну, какие-то врачи переезжают или на декрет уходят. Она постоянно будет, эта цифра будет постоянно вот так двигаться. Мы заполняем, потом кто-то уходит на пенсию, кто-то уходит на декрет, она опять появляется, потом мы должны опять закрывать. Поэтому над этим мы тоже сейчас работаем по закрутию дефицитов. Сейчас только Марат Нурландович сказал, что планируется выделение гранта КИМА через местный исполнительный орган. Какие-то медицинские организации целевую подготовку хотят из своих собственных средств подготовить специалистов в резидентуре. Привлечение кадров, как отметила Гульнаста Натарова, долгий процесс, но управление здравоохранения уже составлен план. Что по поводу нехватки педиатров именно по причине закрытия факультета педиатрии по всей стране. Как лечить детей в новых больницах без специалистов? Потому что сейчас подготовка идет через общую медицину. Тот человек 5 лет, который закончил общую медицину, он может поступить как в педиатрические узкие специалисты, как в педиатрию, так и в терапию или в акушерство, гинекологию или хирургию. Тут дело не в этом. Дело в том, что обучающиеся не хотят идти работать детскими врачами. Это другой вопрос. Поэтому это мы на странном уровне всегда поднимали, чтобы заработные платы для детских врачей повысили, чтобы туда была привлекательность. Например, в области Абай всего два детских кардиолога. За последние 6 лет выпущено 50 кардиологов, имеющие возможность работать как детским, так и взрослым кардиологами. По причинам собственного выбора специалисты предпочитают работу во взрослом стационаре. Нурлагозаебраев ответил на вопрос, касаемо какие жалобы от населения все-таки поступают чаще всего. Как оказалось, это материнская спертность, оказание экстренной помощи в случае ковид и пневмонии. О бюджете, выделенном на оборудование в области, ответил Марат Сандыбаев. Для закупа оборудования у нас сформирован в этом году бюджет 3,9 миллиарда. Около 4 миллиарда. Да, ну из них, ну около 4 миллиарда. 3,9 миллиарда на закуп оборудование? Да, на закуп оборудование. Это по комплексам управления? Торхи. Это по планам трансфертов общего характера. И по национальному проекту «Здоровая нация». По проекту «Здоровая нация» выделено 525 миллионов, по транспорту общего характера почти 3,5 миллиарда. Каков итог брифинга? И что советует населению Гульнаста-Натарова? И о самолечении рассказал руководитель Департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан по области Нурлангазы Ибраев. Чтобы сразу на раннее выявление, ранняя диагностика была у наших детишек. И чтобы мы вовремя среагировали, чтобы не довести его до инвалидизации наших детей. Человек должен соблюдать все равно какие-то нормы. Тепло одеваться. Если вирусная инфекция, эпидемия, значит одевать маску, постоянно мыть ручки, детям все это говорить. Элементарные какие-то вещи, которые сами себя должны мы защищать. Донести до населения обязательно при заболевании получить консультацию врача. И те препараты, которые врач назначит, если это будет безрецептурный отпуск, проблем нет. Но если это препараты, они специально выделены для рецептурного отпуска. Потому что каждый препарат, он сейчас может вызвать реакцию, которая может оказаться шоковой. И там уже каждый должен понять, что приняв решение купить препарат и быстрее вылечиться, в то же время получить осложнение может. И последствия будут уже тяжелые. Поэтому ко всем гражданам, населению мы вот через вас хотели бы это донести, что прекратить нужно. Нужно к врачу обратиться, получить рецепт и как бы идти уже на продолжать или начинать лечение. Потому что это очень опасно. А теперь к творческой теме недели. С момента возвращения семьи из статуса областного центра в городе участились мероприятия, а земляки возвращаются на родину, чтобы посмотреть, как же изменилось место, где они когда-то жили. Как, например, Нариман Султанбеков, легенда семипалатинской журналистики, уроженец города, который в настоящее время проживает в Испании, город Валенсия. Как оказалось, поводом приехать в родные края стал концерт, организованный в честь 55-летия вожатского отряда Мицар. О концерте и жизни Наримана Султанбекова смотрите в следующем материале. Вожатский отряд Мицар встретил свое 55-летие еще в прошлом году. Но, как сказал Нариман, этот год был скидкой в честь пандемии. Вожатский отряд Мицар был организован в 1967 году. На тот момент еще не было пионерских лагерей. Была только воспитательная система, где учителя смотрели за учениками. Семипалатинск был первым, где применилась система, где воспитателем мог быть студент. Вот так был создан вожатский отряд Мицар. На концерте Мицар вцепили песни и играли на музыкальных инструментах. А гости, для которых был свободный вход, могли окунуться в ностальгию вместе с исполнителями. Ну, а если говорить об атмосфере? Мы всем те же трое, Витя Симонов играл на клавишах, я играл на басу. Если есть у кого-то бас, я вам могу показать. Как он играет? На барабанах. Что-то помню. И на барабанах, да? Ты на барабанах играл? Ну, в колледж не было тогда. А, а я вспоминал, кто у нас на барабанах играл? Вот это, слушай, какие воспитатели. Поэтому мне очень приятно. За сколько лет мы с Витей сколько не виделись? Ну, вот мы где-то, я, наверное, с армии пришел, 89-го года не виделись. Представляете, сколько лет прошло? Это ничего себе, 33, да? У меня вообще никакого. Но зато приехал подыграть, поэтому будет полная импровизация, но зато вы можете оценить подостоинство не только вожатский отряд Митцар и Нарима Муратовича, но и Виктора Симонова. Ваши аплодисменты. Виктор Симонов сегодня за роялем. Ну, а после Нариман Султанбеков с Виктором Симоновым исполнили авторскую песню «Я уеду в Митцар», написанную Нариманом 18 лет. Я уеду в Митцар, не ищите меня Из божатских остров И прожить две дня Даже если на час Опоздают друзья Что-то я упущу И жалеть буду я Здравствуй, лагерь Митцар Сонные корпуса Если звонки кеда И друзей голоса Все друзей голоса Уроженец города Нариман Султанбеков прославился не только в стране, но и за ее пределами. Живя в Испании, продолжил журналистскую деятельность, где работал главным редактором в русскоязычной газете. Во время жизни в Казахстане Привозил звезды рубежной эстрады, организовывал концерты, как свои, так и исполнителей. Барт, режиссер, музыкант, энтузиаст, телерадио-ведущий, тиктокер и, как говорят о нем, в простонародье «Заядлый рыбак» рассказал нам истории жизни в интервью специально для «Нового времени» на ТВК-6. У нас в Митцаре была великолепная постановка. Я сам отдыхал там пионером. Сегодня приедут очень интересные люди, самые значимые, думаю, для Симполагинска, которые отдыхали пионерами, которые работали вожатами. Потому что у нас много интересных людей вышло из Митцара. Как пионеров, так и вожатых. Я отдыхал пионерами и работал вожатами. Евгений Алексеевич Титаев, например, известный писатель и сказочник, он пионером отдыхал. Мой учитель и большой мой друг. Просто я не знал, что он отдыхал в Митцаре. О Митцаре Нариман вспоминает с трепетом и теплом. Как они сочиняли песни, исполняли самые новые хиты тех времен у костра. И вот смешно. Мне было тогда 18 лет, я встал на первый отряд. Им было 14-15. А теперь мне 53, им 49-50. Вот приедут сейчас мои пионеры. Некоторые до сих пор меня зовут Нариман Муратович. Многих не видел я с 1987 года. Сейчас дядя и тетя приедут, они уже за своими детьми. Но это будет очень интересная встреча, потому что Митцар это не забываем. Это вот от первой секундочки, когда ты глаза открыл, я пионером помню был, с третьего отряда по первой. Открыл глаза и все, и целый день вытаращенный бегаешь. Песни были написаны не только в сезон лагеря, но уже много лет спустя. Но, как говорит Нариман Султамбеков, пишет и исполняет уже не на публику в 300 человек, а для себя. А теперь к интервью о жизни талантливого семейчанина. Кстати, о талантах. Вы удостоены множества наград, таких как «Золотая звезда», как «Лучший автор», «Телеведущий», «Режиссер», «Актер», «Шоумен». А также вашу биографию можно встретить также на иностранных сайтах. Вашу биографию, историю вашей жизни и деятельности. Даже выступали перед президентом Республики Казахстан. И вы работали с множеством количеством звезд, таких как Бигбари, Липаса, Вахтанки, Кобидзе. Вот не могли бы рассказать что-то из жизни, какие-нибудь истории? И жизни истории много. Жизнь, она такая интересная штука. Вот, просто надо в какой-нибудь лабиринт не зайти просто. А так, да, встречался со многими звездами. Если в частности, интересно, что связано с «Семьейм Семипалатинск» Казахстан назывался, мы очень много снимали рекламы и передач. Тогда очень популярный был актер еще Семен Фарада, про него забыли упомянуть. Мы с ним снимали рекламы, я приглашал на мероприятие. Вот, симпалатические рекламодатели пригласили меня снимать ролики и сценаристами, и режиссером. А Фарада мы выбрали как главного актера. Это было очень смешно. Уржарский мясокомбинат. О, Уржар, мой Уржар, аппетита, пожар он пел. А всем слышал, что аппетитно пожрал. Фараду привозили потом много раз и сюда, и в другие города Казахстана. Потом с Михаилом Боярским, я несколько раз пересекался, даже написал про него песню смешную. Там было что-то о переезде его в Казахстан. Смешная песня. И когда я забыл слова, через 10 лет мы с ним встретились, но я подарил кассету, нашу интервью с ним. И он мне напомнил слова. Там очень смешно было что-то мы вам, Баурсаки, что-то каждый день, свой построим Голливуд, и Констанции целый прут. Свой построим Голливуд. Да, такая смешная песня. Надо, кстати, вспомнить. Сейчас, если вспомним, можно на концерт сыграть. С Дмитрием Харатьяном, с Александром Михайловым, Любовь и Голуби главный герой. Мы тоже познакомились. Меня пригласили как единственного казахстанских актеров на испанский кинофестиваль в городе Таревьеха. И вот я там как бы выступал со звездами. Пел, кстати, на концерте сразу после Дмитрия Харатьяна. У нас родилась там шутка. Я сказал, как Париж без Д'Артаньяна, так Москва без Харатьяна. А он сказал, и Казахстан без Наримана. Ну, правда, по-другому сказал. И Мадрид без Казахстана. Если вы уже заговорили об Испании, может, расскажете о работе? Вы же там в какой-то период в Валенте работали в русскоязычной газете. Грузчиком, да. Доможете рассказать об этой работе и, в принципе, о казахской диаспоре в Испании? Да, работал и в газете, работал главным редактором. Познакомился со многими интересными людьми. Очень многие в Испании там живут. Только я не знаю, почему они там живут, если нам говорят, что Запад загнивает. Все едут на гниющий Запад из процветающих наших стран. Это очень интересно, очень интересно. Я сам там живу уже больше шести лет. И с казахской диаспорой мы дружим. Кстати, Гульнара, она там одна из руководительниц казахской диаспоры, она закончила технологический институт наш, симпалатинский. Хотя сама алма-атинка, но она в симпалатинске прожила, знает семей. Мы все очень дружно общаемся между собой. Когда у кого-то есть казахарта на продажу, все в этот чат отправляют какую-то информацию. Национальные блюда делают. Ну и, конечно, это я шучу, но предлагают. А помощь оказывают друг другу, переписывают. Ну, мало ли кто, дети, студенты и так далее. Мы тоже искали какую-то страну, и нам больше всего понравилась Испания по менталитету, толерантности, когда детям нужно было поступать в ВУЗ. Мы выбрали Испанию, город Валенсия, это третий по величине. Вот. И как бы я их привожу сюда, снег посмотреть. А сам я 50 на 50 обычно мотаюсь. Я здесь вот на родину, и каждый раз, когда вы взялись на родину, семей вернул статус областного значения спустя 25 лет. И хотелось бы узнать, чувствуете ли вы какие-то изменения атмосферные или какие-то визуальные? Атмосферные всегда чувствую. Вот я, когда приезжаю в какой-то город, погода меняется к лучшему. Сейчас солнце светит. Я, знаете, какой-то вот дух такой, ну, как вот говорят, в свое время говорили, о, теперь там перестроечный дух. Я как раз в армии служил, когда перестройка начала с Горбачевым. Я, правду сказать, надеюсь, не записывать никакие камеры. Раньше, лет 10-15 назад, когда я приезжал, хотелось уехать. Город такой обветшалый был, такой какой-то сморщенный, какой-то был, но не очень мне по душе было. Тем более после больших городов. Алматы, Астаны, там, Валенсии, тем более, тем паче там, в Испании. Что там за 15 евро Валенсия, Париж самолет стоит? Это же смешно, 15 евро. Любой пенсионер может себе позволить. Вот, и хотелось уехать отсюда. А потом со временем, вот я же посмотрел, как-то все улучшилось. Светлее по вечерам стало много больше свет. Потом я тут два квиза посетил. Вот, мне очень понравилось. Молодежь, продвинутые всякие вот умники, разумники. Многих я знаю, с кем-то я учился. Ну, и помладше есть люди. Мне понравилась эта вот старая мельница. И в Рибае проводят викторину. Ну, потрясающе веселая обстановка такая, интеллектуальная. И по центру идешь, уже вот эти семь палат. Я уже забыл, как они называются. Дома. Детский мир раньше был. Их покрасили, они какие-то свежие выглядят. То есть, ну, в общем, как-то потом, по всему Казахстану показывали, как здесь прошла елка. На каток сходил. Очень много появилось каких-то душевных таких для людей, для горожан, каких-то удовольствий. Зрелищ, мероприятий. Я сейчас, кстати, сам везу спектакль. Лучший спектакль о Владимире Высоцком. 6 февраля будет в театре имени Абая. Всех приглашаю, всем палатинцев. Кстати, вот эта гитара Алексея Зыкова, который играет главную роль Высоцкого. Я его до этого возил по Казахстану. Семь спектаклей мы дали. И он настолько растрогался, что сказал, что тебе отдать самое дорогое. Я молча забрал ему гитару. Сейчас он играет на другое, но это вот обычный американец. 6 февраля в театре Абая будет этот спектакль. Осталось совсем немного времени. Приходите, получите удовольствие. Там очень много историй будет про Владимира Высоцкого, о Марине Владе. И лучшие песни Высоцкого прозвучат. Исполнение Алексея Зыкова. Лучшего исполнительного песен Высоцкого. От ранних до тех, которые он уже в таком зрелом возрасте написал. Самый знаменитый, конечно. Но интересно, там полтора часа пролетает, как одна минута. Нариман Султамбеков, живя в Испании, пишет множество песен про родной Семипалатинск. И специально для вас одна из них. Как в детстве бы зажмуриться, Пригрезилась, чтобы улица знакомая до боли и до слез. К реке тропинкой с катертью, Где на рыбалку с батею Спешили на иртышский старый плес. И вырастали мы Из детских брюк и платьиц, Пропахшие сосной и иртышом. Нас воспитал семей. Семипалатинск под ласковым родительским крылом. Года мои весенние Умчат под печи пенье, Но я пока не ведаю о том, Счастливейшим очкариком, Кузнечиков, пескариков, На острове гоняю босиком. И вырастали мы Из детских брюк и платьиц, Пропахшие сосной и иртышом. Нас воспитал семей. Семипалатинск под ласковым родительским крылом. Все повторится с удочкой, Мы с сыном этой улочкой Спешим скорее на долгожданный клев. И дочка тоже выбежит, Ей детсекреты выложит, Чтоб, как всегда, Завидным был улов. И вырастали мы Из детских брюк и платьиц, Пропахшие сосной и иртышом. Нас воспитал семей. Семипалатинск под ласковым родительским крылом. И я вернусь еще в свою обиде. И самый вкусный воздух на земле. Ты не грусти, мой город, Мой родитель, прости, Что я так часто вдалеке. На этом наша программа подошла к концу. Сделайте шаг в новое время вместе с нами. До скорой.